Всем здравствуйте дорогие друзья, с вами Ака Марачи и наконец-таки настал этот долгожданный момент, момент точки, где можно поймать трофейную густеру и просто вообще половить эту прекрасную рыбку небольшую на реке Белой. Я очень долго гонялся вообще за этой рыбой, где ее можно половить и наконец-таки эта точка сейчас актуальна на реке Белой. У кого эта река открыта, вы можете вот на координатах 71-58 свободно ее половить. Сейчас у меня на удочку тут вот клюнул монстр один, я не знаю, я его тут вываживал уже игрового времени на часов 5, потому что у меня снасти вообще самые-самые, то есть боги. Я думаю это карп, но могу ошибаться. Сейчас посмотрим, что это попалось. По-моему карп. Да, это попался карп. Офигеть, личный рекорд 2.46. Это что-то, это вообще бомба. Ловлю на карамель сборка снасти, сейчас я вам продемонстрирую. Все стандартно, кроме флюрокарбонового поводка. Естественно, поводок я брал исключительно из-за густеры, то есть, как более корректно выразиться. То есть гнался быстрее за поводком, чтобы половить эту прекрасную рыбу. О, видите, поклевочка. Возможно густерка надо ловить. Кстати, карась здесь тоже, естественно, попадается, но не часто. Я ловлю здесь с 11 часов утра игрового времени. И это, по-моему, у нас карась. Только вот за него вспомнил. Да, карась имеет место быть. И вот такой вот у меня улов с 11 часов утра. Улов, скажу честно, не фонтан. Конечно, бывало и лучше по улову, но есть такой клип со 20 метров. Ставим, закидываем по карте вот сюда, в эту яму 2 метра глубина где. И пытаемся что-то поймать. Но, я же говорю, густера клюет. Когда клюет, когда не клюет. То есть, по-разному. Но, если вы видите, что у меня есть несколько экземпляров, то, значит, все-таки места такое. Профитная половить здесь можно. Да, и в чате, как видите, густера присутствуют. Поэтому, надо только ждать. Трофей тоже здесь, естественно, заходит. Все есть. Просто надо немножечко времени подождать. Посмотрим, что у нас будет по поклевкам ночью. И, естественно, потом это все мы продадим. И глянем, сколько у нас будет финал денежных средств. Вот, надеюсь, хотя бы монеты за переезд сюда и назад на вьюнок мы с вами отобьем деньги. А вообще, я даже планирую заработать. Да, и остаться здесь не мешало бы. Потому что следующее видео, возможно, так как нарушила все мои планы точка на густеру, можно половить здесь Ахариуса. Многие говорили, многие писали, чтобы я поехал сюда и половил Ахариуса. Потому что уже открылся поводок. Будем пробовать, ребята. Поэтому, думаю, следующее видео будет Хариус. Но не зарекаюсь, потому что все может измениться в один щелчок. Если добавят опять какую-нибудь актуальную точку. Ночью у нас первая поклевочка. Давненько не было поклевок никаких. Это вот первая в ночное время суток. И, по-моему, густера. Сейчас вытащим, посмотрим. Да, зачетная густера. Четко клипса. Также двадцатка у нас стоит. Я одну поставил на 9 метров. Потому что я хочу проверить вообще, как она будет. Не будут ловиться. Густера клюет вообще, ребята. Ее даже не видно. Она так дерг и все. Поэтому, я думаю, с Настей нужно проверять постоянно. Нет, тут, по-моему, ничего нет. Но клюет она так аккуратно. Прям вот не знаю. Я ее никогда не ловил. Вот это первый раз. Вот у меня так много клюет. Я ее целенаправленно ловлю. Но клюет она очень аккуратно. Поэтому, надо прям смотреть за этим. Чтоб вот только-только она дернулась. А все. Надо уже удочку вытаскивать. Поклевка, ребятки. Смотрим, что здесь за монстр. Густерка, походу. Тянем. Как всегда, вот эта вот проблема актуальная. Вообще не видно. Хотя, вроде бы, исправляли. Обновление выходило. Добавляли освещение. Было получше. Но сейчас, почему-то, не знаю, вообще плоховато видно. 350. Великолепно, великолепно. Зачетная густера. Не знаю, сколько она будет стоить. Но, по-моему, будет очень неплохо. Но люди ловят. Поэтому, ну, это прям хорошо клюнуло. Прям было видно. А то обычно так дерг-дерг. И все. Клюнуло на две удочки одновременно. Это продвижение. Огромное. Днем таких поклевок не было. Вот с 12 до 9 часов вечера просидел. Вообще ничего не клювало. А сейчас вот прям, вроде бы, пошло. Вот тут вот, чтоб не сглазить. Но это, правда, карасик. Карась нас не интересует. Наша цель густера. Люди вон в чате пишут 150 серебра за час. Будем надеяться, что и мы столько заработаем. И снова, дорогие друзья, на две удочки одновременно поклевка. Что не может не радовать. Люблю, когда такой клев. Тем более, наконец-таки густера, аж душа радуется. Вы себе не представляете. Столько времени я ее искал. Точка на вьюнце. Она оказалась мертвой. Точка на строге. Оказалась мертвой. Другое место на строге. Оказалась мертвой. Потом, наконец-таки, на строге она появилась. И я прибежал. Пробовал лески. Что только не пробовал. И крючки. Без поводка густера не хотела брать. И я такую точку прибыльную, я так и потерял. Потерял, не успев, так сказать, пофармить рыбу. Кто-то гоняется за трофеями. Кто-то гоняется за огромным количеством заработка. А я именно хотел половить этот вид. И вот, наконец-таки, я отвожу душу этим ловом. Потому что столько времени, столько сил потрачено, чтобы вообще и вам место показать. И показать, что оно актуально, что оно рентабельно на данный момент. И в итоге все в никуда, все зазря. Но сейчас, сейчас я могу, в принципе, сказать, что вот, да, гляньте, сколько у нас густеры. 7, 8, 9, 10 штучек. И это еще не конец. Будем ловить до 11 часов утра. И посмотрим, сколько за час мы их поймаем. Но, тут нужно не забывать, что мы ловим с вами без прикормки. С прикормкой, возможно, было бы дело лучше намного. Поэтому, если у вас есть возможность прикормить, обязательно прикармливайте. У меня такой возможности нету. Потому что я не могу сварганить прикормку на густеру. Да и вообще на любой отдельный вид рыбы. Мой навык прикормки оставляет желать лучшего. Как и финансы, которые поют романс. Поэтому, здесь уже приходится удовольствоваться тем, чем есть. А мешать обычную какую-то бурду, чтобы подкармливать, такое можно использовать на карасе. На густере такая штука не прокатывает. И, естественно, густера может плевать даже хуже, чем вы ловили бы без прикормки. Это просто вам так для сведения, кто не знает. Ребята, что-то серьезно очень клюнуло. Я надеюсь, что это трофейная густера. Прям дернуло очень сильно. Возможно, карп тоже. Вот что-то непонятное пока. Наверное, все-таки карп толстоватая рыба. Да, это походу карпа. Я уже рассчитывал на трофейную густеру. Но ничего, ничего. А, это даже линь, наверное. Карась золотой, ребятки. Ну, прям дернуло, конечно, очень жестко. Думал. Зачет, зачет. По моим наблюдениям, дорогие друзья, с где-то, наверное, 5 утра пошел такой стабильный клев рыбы. И где-то было, наверное, с 8 часов вечера до 12 шел такой стабильный клев. Прям такой, прям хороший, активный. Поэтому в эти промежутки, наверное, густера здесь очень хорошо берет. Ну, и, в принципе, вот эта хрень тоже клюет. Поэтому от карася не избавиться. Это карась гнида даже здесь достает. Но, главное, что клюет густерка. Это рыбка персик. Смотрите, какой у нас олов на данный момент. Просто великолепный. Дамы и господа, 11 часов утра на часах. И две поклевки у нас на разные удочки. Сейчас надеюсь, что эта рыба будет густерой, а не каким-нибудь карасем. Потому что густероз учетная, это прибавка к нашим денежным средствам. Отлично. Просто великолепно. Удочки убирать не буду, потому что еще половлю. И сейчас вытаскиваем еще одну. И направляемся к нашему магазину. И будем там проверять наши доходы. Рыбы у нас немного. По-моему, 33 штуки. Вот вместе с вот этой, которую я вот сейчас вытаскиваю. Это результат не очень. Правда, ни разу не продавал густеру. Посмотрим, сколько будет по деньгам у нас. Текст. Есть. Контакт. Ох, ребята, ребята. Вы посмотрите на эти цифры. Вот это да. 102 серебряные монеты за час реального времени. Я готов рекомендовать эту точку. Это самый лучший результат, который только у меня был в этой игре на данный момент. И заметьте, это без прикормки. Это без прикормки на флюрокарбоновый поводок 2,3 килограмма. Это просто отличный результат. Поэтому Акамарачи рекомендуют. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте большой палец вверх. И пишите свои комментарии. До скорых встреч.